Голос семейного радио Во втором послании фессалонкийцам, вторая глава, со второго по четвертой стихи. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не больстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Сегодня наблюдается великое падение, и к нему относится каждая община, каждая церковь и каждая деноминация, которые всегда считали себя причастниками Христу и Библии. Все эти ужасные события произошли из-за того, что церкви уже бунтовали против Бога, и Святой Дух и Господь Иисус Христос покинули их. В начале периода великой скорби, когда Бог покинул среду церквей, и сатана взял всю власть в свои руки, церковь отпала от Бога и духовно умерла. Более того, все истинные верующие, которые были частью церквей, вышли из них. А всем тем, кто еще остался в среде общин, Бог сегодня повелевает выйти. В книге Откровения, 18 глава, 4 и 5 стихи, он говорит, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Кто же теперь остается в церквях? Только плевелы, дерево, сено и солома, которые будут сожжены в вечном Божьем огне. Церковь, которую покинул Святой Дух, является мертвой, даже если проповеди в ней вам кажутся праведными. Церковь больше не может покаяться, время для покаяния закончилось. Как бы церковь теперь не хотела покаяться и вернуться к прежнему состоянию, она больше не может этого сделать. Некоторые члены церкви пытаются что-то изменить и говорят, «Мы все еще сможем вернуться к Богу, Господи, мы согрешили, Боже помилуй нас, Господи, мы нуждаемся в Твоем сострадании». Но церкви больше не дано возможности покаяться, потому что Бог покинул ее. Она больше никогда не сможет вернуться к Богу. Этой возможности для нее больше нет. Теперь давайте еще раз прочтем в послании к евреям из 6 главы с 4 по 6 стихи, где говорится, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распоминают себе Сына Божия и ругаются Ему». В церкви постоянно проповедуются доктрины, изложенные в послании к евреям, 6 глава с 1 по 2 стихи. В этих стихах говорится о больших благословениях среди общины. Нам нужно не забывать, что в эпоху с церкви Святой Дух спасал в общинах многих людей. Основные истины из послания к евреям, 6 глава 1 и 2 стихи, постоянно проповедовались в церквях, и поэтому обращение и просвещение в их среде было возможным. Некоторые отдельные люди действительно получили спасение, когда они вкусили дары небесного и познали Слово Божье. Однако с приближением конца эпохи церкви стало наблюдаться так называемое падение. Сатане удалось заполнить все эти церкви плевелами. Многие из этих плевел — пасторы и дьяконы церквей. Именно поэтому церкви не могут развиваться и выйти из младенческого возраста в своем духовном развитии. Плевелы не трепещут перед Словом Божьим. Эти плевелы являются служителями праведности, которые верят, что они служат Христу, но в то же самое время коварно уводят свои общины все дальше и дальше от истины. Затем, когда Бог, Святой Дух, покидает эту общину, а Бог действительно покинул все общины за начал момент периода Великой Скорби, процесс падения этой церкви приходит к концу. С этого момента эта церковь становится мертвой и полностью переходит в подчинение Сатане. Здесь мы подходим к следующему грозному утверждению из послания к евреям, 6 глава, 6 стих. Этот текст перекликается с другими отрывками, в которых говорится о конце эпохи церкви, когда Божий суд падет на каждую поместную церковь. Суд Божий падет на головы церквей, потому что Бог больше не использует их с целью распространения Евангелия в мире. Церкви стали духовно мертвыми, и для них больше не осталось возможности покаяться. Церковь, как духовная единица, больше не имеет права совершить покаяние перед Богом, потому что Святой Дух оставил ее, и Бог больше не находится в ее среде. Поместные церкви лишены Божьей милости, поэтому они больше не в состоянии прийти к покаянию. Бог больше не совершает через них свою работу, Он оставил их. Они больше никогда не будут инструментом в руках Бога при распространении Евангелия на земле. Как мы прочли в притче о пшенице и плевелах в тринадцатой главе Евангелия от Матфея, единственное, что ожидает церковь в будущем, это подготовка к сожжению. Бог соберет все плевелы и сожжет. Во второй части шестого стиха послание к евреям говорится, «Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Для того, чтобы лучше понять это выражение, давайте вернемся ко времени распятия Иисуса Христа на кресте. Кто были те люди, которые желали распять Его? Распятие в еврейском народе было самой низкой, самой отвратительной и презренной казнью, которую можно было только себе представить. Эта казнь была ужасна не только потому, что пригвожденного ко кресту ожидала медленная и мучительная смерть, но она также означала принародный позор тому, кто проклят Богом. В послании Галатам, 3 глава, 13 стихе мы читаем, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Разумеется, все иудейские лидеры прекрасно знали закон Божий, записанный в книге Второзакония, 21 глава, 23 стих. Поэтому их намерение было не просто умертвить Иисуса, но и публично предать Его позору настолько сильно, насколько это было возможно в рамках их традиций. Но как это соотносится с окончанием эпохи церкви, спросите вы? Все те, кто находятся в среде отпавших общин в то время, когда для церкви больше не осталось возможности покаяться, подобны иудейским лидерам, которые распили Христа. Бог ясно говорит нам о духовном состоянии тех людей, которые продолжают оставаться в среде мертвых церквей. Напомню, что с момента начала великой скорби каждая поместная община лишилась присутствия Божьего и полностью попала под власть сатаны. Бог предупреждает нас, что все те руководители церквей, которые настаивают, чтобы их члены не повиновались Божьему указанию и не выходили из церквей, подобны первосвященникам и фарисеям, желавшим распятия Христа. Эти люди так и не оставили младенческий возраст в своем духовном развитии, потому что они не понимают принципа прогрессивного откровения. Они не имеют должного страха Божьего и не трепещут перед Его словом. Христос для них мертв, они не имеют спасителя. Они находятся в том же состоянии, что и фарисеи, которые требовали смерти Иисуса. Они как бы позорят Иисуса своим поведением, когда пренебрегают Его повелением выйти из среды церкви. Теперь нам становится более понятным, почему во время своей земной жизни Христос так много говорил о духовном состоянии иудеев и их лидеров. Тем самым Бог дает нам глубокое объяснение состояния сердец, которое будут иметь руководители общин к концу эпохи церкви. Уподобленные фарисеям, они будут препятствовать Божьему повелению выйти из среды церкви. То есть Бог показывает нам, что современные руководители церквей такие же, какими были и фарисеи во время земной жизни Иисуса. Редактор субтитров А.Семкин